Всякий раз, когда мы приезжаем сюда, мы пользуемся гостеприимством отцов-доминиканцев, которые встречают нас с большой радостью, которые предоставляют нам базилику святителя Николая, для того, чтобы мы совершили божественную литургию. И в обычное время несколько тысяч паломников приезжают или прилетают из Москвы, из Киева, из других городов Святой Руси, для того, чтобы поклониться мощам святителя. Сегодня, конечно, была немногочисленная группа паломников, но, как всегда, мы имели возможность совершить здесь божественную литургию. Некоторые люди в нашей церкви хотят отнять у нас эту возможность. Они говорят, что вот вы там молитесь с католиками. Вот я хочу, во-первых, заверить всех, что мы здесь не молимся с католиками. Мы совершаем нашу православную божественную литургию, и мы совершаем наш православный молитв. Конечно, доминиканцы присутствуют при молитве, и я думаю, что когда мы молимся, они тоже молятся. Но говорить, что это совместная молитва, это значит обманывать народ. Потому что никакой совместной молитвы здесь нет, никаких совместных литургических действий здесь нет, а просто мы молимся, мы совершаем наши православные богослужения, а доминиканцы находятся рядом и присутствуют. Давайте не будем превращаться в фарисеев, которые повсюду преследовали Господа Иисуса Христа, и пытались найти в его действиях нарушение закона Моисеева. Точно так, как сегодняшние фарисеи, некоторые из них даже носят священнические рясы и кресты, обвиняют нас в том, что мы якобы нарушаем какие-то церковные каноны. Мы не нарушаем никакие церковные каноны, потому что мы не сослужим с католиками, мы не совершаем никаких совместных литургических действий, мы не молимся вместе с ними, а мы совершаем наши православные богослужения у тех святынь, которые являются общих христианскими, в том числе здесь, на мощах святительничного христианского канона. Так же, как никаких церковных канонов никогда не нарушал и не нарушил наш святейший патриарх, когда встречался с папой римским Франциском. Там не было ни совместной литургии, ни совместных молебнов, ни каких-то совместных литургических действий. Там была братская встреча, когда папа и патриарх обсуждали положение христиан в мире, в том числе и прежде всего положение гонимых христиан на Ближнем Востоке. Давайте не будем слушать наших сегодняшних фарисеев, давайте будем доверять нашему патриарху и нашему священноначалью. И если вам кто-то говорит, что патриарх или какие-то представители нашего священноначалья нарушают церковные каноны, то не верьте этим демагогам и фарисеям. И давайте будем все вместе молиться святителю и чудотворцу Николаю, как мы сегодня молились у его мощей, о том, чтобы поскорее закончилась пандемия, о том, чтобы все мы вернулись к нормальной жизни, о том, чтобы сохранились в жизни наших близких, и пусть Господь всех нас хранит на многое и благая века.